Всем привет и добро пожаловать на канал YouTube Alaris Labs. Как вы возможно знаете, вышла новая версия 3.5.17 и в этом видео мы обсудим ее самые важные аспекты. Поскольку не все доработки будут упомянуты в этом видео, полный список изменений можно будет увидеть в заметках о версии. Узнать больше о жизни нашей компании вы сможете, посетив наши страницы на Фейсбуке и LinkedIn. В интерфейс «Шаблоны» добавлен новый раздел «Адреса уведомлений». Он может быть использован для создания групп, которые включают в себя адреса получателей и могут быть использованы при создании рассылки. После указания названия групп в поле «Список адресов» адреса могут быть перечислены через запятую. Теперь при создании рассылки на четвертом шаге в поле «Адреса для уведомлений» система отобразит список, из которого вы можете выбрать ранее созданный вариант. На вкладке «Покупки» добавлены новый фильтр, который можно использовать для поиска нужных пакетов по определенным критериям. Сейчас можно осуществить поиск по стране, минимальному количеству SMS-пакетов, стоимости, имени, а также отфильтровать пакеты по номеру получателя. Дополнительно можно отсортировать результат по имени пакета, стоимости, количеству. Кнопка «Сброса» может быть использована для очистки всех фильтров. На вкладке «Покупки» добавлены новый фильтр, который можно использовать для поиска нужных пакетов по определенным критериям. Сейчас можно осуществить поиск по стране, минимальному количеству SMS-пакетов, стоимости, имени, а также отфильтровать пакеты по номеру получателя. Дополнительно можно отсортировать результат по имени пакета, стоимости, количеству. Кнопка «Сброса» может быть использована для очистки всех фильтров. В одной из предыдущих версий пакеты, которые были использованы полностью, были скрыты. Теперь подобные пакеты можно увидеть во вкладке «Покупки», «Показать предыдущие заказы», «Ваши подписки». Во вкладке «Покупки» при нажатии на «Детали» отображаются тарифы. К ним дополнительно добавлена колонка «Комментарии», которая также заполняется значением из основного интерфейса. Теперь в метод «Get SMS Pack» был добавлен фильтр по названию страны. На основе системного справочника система определит код направления и вернет SMS-пакеты, в которых используется данный код. К названию поля «Email. Имя пользователя» на странице регистрации добавлена подсказка, сообщающая о том, что адрес электронной почты, заданный в этом поле впоследствии будет использован как имя пользователя при входе в веб-центр Алариса. Расположение кнопки «Помощь» унифицировано, теперь она расположена во всех интерфейсах в одном месте. Итак, это все технические аспекты, которые мы хотели осветить в этом выпуске. Надеюсь, вы узнали много новой полезной информации. Если у вас остались вопросы по новой версии или доработкам, которые мы не успели затронуть, наша команда технической поддержки будет рада вам помочь. Ждем ваших предложений по развитию канала на адрес электронной почты, который вы видите на экране. Следите за новостями о компании Alaris Labs на наших страницах в Facebook и LinkedIn. Увидимся в следующем видео!